Два с половиной месяца обучения в автошколе, потом теоретические экзамены, практическое вождение с его пресловутой «змейкой» и заездом задним ходом в гараж. Понятно, что многим эти испытания даются нелегко, а колесить по городу очень хочется. Вот и получается, что спрос рождает предложение. Этот спрос в Забайкальском ГИБДД почувствовали тонко. Еще в 2009 году здесь разработали и внедрили целую схему незаконной выдачи водительских прав. С желающих получить заветное удостоверение брали от 30 до 50 тысяч рублей, и клиент мог не только не приходить на экзамен, но даже и не учиться в автошколе вовсе. Услуга пользовалась популярностью, так что вскоре они узнали в отделе собственной безопасности, региональной полиции и ФСБ. Начались обыски, аресты, сбор доказательств. Все, как и полагается, для настоящего коррупционного скандала. Разработка данной группы осуществлялась совместно с Управлением экономической безопасности и противодействием коррупции на протяжении года. Всего в уголовном деле фигурирует более 20 обвиняемых, 11 из которых на момент преступления были действующими сотрудниками полиции, в том числе и начальник МРЭУ ГИБДД Владимир Лобода. Схема была такова, что действовали в сговоре были и сотрудники автошкол, которые предоставляли документы якобы обучающихся там людях. Фигурирует также несколько медработников. Ну и финальная точка – это сотрудники ГИБДД, которые проставляли экзамены и выдавали права. В уголовном деле, которое насчитывает 100 томов, подробно описаны более 200 преступных фактов. Скорее всего, это только часть от их реального количества. Уверены следователи и в том, что водительских прав за взятки в Забайкале было выдано не 100 штук, как удалось доказать, а гораздо больше. Не исключено, что новые эпизоды вскроются позже. А пока суду, куда уголовное дело уже направлено, предстоит решить участь обвиняемых. Их действия квалифицированы как получение взяток, превышение и злоупотребление должностными полномочиями. Судьба этих водительских прав тоже незавидна. Их, скорее всего, аннулируют, а владельцев отправят на переэкзаменовку. Причем на этот раз по-настоящему. К слову, после событий, которые легли в основу этого уголовного дела, МРЭУ ГИБДД был реорганизован. Полицейские уверяют, контроль за выдачей удостоверений стал намного жестче. Между тем, по городу упорно ползут слухи. Произошло только то, что схема усложнилась, и тариф взятки вырос. Мария Машанова, Дмитрий Козлов, Евгений Погорелый. При содействии пресс-службы МВД Забайкальского края. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова